У большинства пациентов есть ощущение, что их диабет должен лечить эндокринолог. Диета – это тогда, когда уже действительно что-то серьезно испорчено. У нас доктора часто спрашивают, вот новенькие, которые пришли, а я могу разве назначить ТТГ, а почему нет? Продвинутые, так сказать, пользователи пациента приходят, говорят, ой, я вот там поправился, что-то как-то мне не очень хорошо, сахара как-то немножко гуляет. И чаще всего такие люди говорят, что мне в школе ставили диагноз, что у меня, ну и дальше варианты. Добрый день! Сегодня в студии я, Ольга Клочкова, терапевт, и со мной в студии главный врач клиники «Чайка» в Крылатском Рината Петросян, замечательный доктор-эндокринолог. И сегодня мы хотим поговорить об эндокринологических проблемах, о границе компетенции терапевта в эндокринологических проблемах и об обмене веществ вообще. В целом, с чем обращаются к нам люди? Рината, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, собственно, у меня первый даже, не знаю, вопрос, наверное. Очень часто к нам обращаются, как к терапевтам, люди, которые говорят, у меня проблемы с обменом веществ, я хочу попасть к эндокринологу. И некоторые терапевты, собственно, сразу и говорят, да, пожалуйста, вот вам талончик, да, идите к эндокринологу, разбирайтесь с обменом веществ. Вот я как терапевт считаю, что это не совсем верно, и, в общем-то, совсем неверно, да. То есть терапевт должен сначала собрать анамнез, как минимум, разобраться, что там, да, может быть, наследственные какие-то моменты. Иногда терапевту вообще на глаз видно, что с человеком что-то не так, да, что у него эндокринологическая проблема, зоп у него там огромный, например, да, или кушенгоид. А иногда человек выглядит, в общем-то, совершенно вполне себе здоровым, сохранным, может быть, немножко вес избыточный. И тогда терапевт, наверное, должен предложить какой-то свой минимум обследования, чтобы понять, самому ему дальше разбираться или направить. Вот к вам часто приходят от терапевта такие пациенты, которые, собственно, не должны к вам приходить, да? Ну, вопрос «не должны» – это немножечко все-таки лежит в области желания самих пациентов. Они выбирают, куда им идти. А что касается первой части, на что терапевту надо бы обратить внимание, если речь идет о каких-то возможных нарушениях обмена, то есть несколько простых вопросов, которые помогают чуть-чуть определиться, как давно, давно ли вы в этом весе, как вы быстро его набрали или потеряли. Для женщин это обязательно вопрос про цикл, регулярный, нерегулярный. И таким образом доктор выстраивает схему, в которой гормональным нарушениям, которые весьма существенны, уже нет места. Сколько вы кушаете раз в день, сколько шагов в день вы делаете. Из этого, в общем, может появиться довольно неприглядная картина. Да, гиподинамия и избыточного потребления калорий. И как бы человеку не хотелось услышать, что во всем виноваты гормоны, это, к сожалению, может быть не так. Да, и тогда терапевт должен, наверное, как раз дать рекомендации по изменению образа жизни. Да, тем не менее, существуют определенные скрининговые панели, которые делаются за рубежом, их делают врачи общей практики. То есть только в том случае, если обнаружены изменения, дальше уже можно отправить к эндокринологу. Или многие терапевты достаточно компетентны, чтобы сами продолжать за этим следить. Вполне. Ну да, например, повышенный сахар, или человек приходит уже и говорит, ой, вы знаете, у меня там у бабушки есть глюкометр, я вот измерил сахар, у меня, например, там был 7. И я считаю, что это неправильно, и вот, наверное, у меня диабет. То есть терапевт на этом этапе может взять на себя, наверное, какое-то внимание следующее. Хотя бы уточнение. Уточнение. Да, гликированный гемоглобин, пробу с 75 граммами глюкоза. Второй сахар натощак хотя бы. Второй сахар натощак. Вот, кстати, многие, знаю, делают ошибки еще до сих пор, хотя рекомендация, в общем, уже давняя, что глюкозотолерантный тест, вот эту сахарную кривую, раньше делали, то есть сначала натощак, потом давали выпить глюкозу, через час и через два. Сейчас через час не смотрят, да? Вот я до сих пор иногда вижу, что приносят, да, люди такие анализы. То есть, в общем-то, смысла-то нет. Ну, вообще, конечно, этот тест, он сейчас имеет очень ограниченное применение. Именно в том случае, когда мы хотим поставить точку в вопросе, это диабет или это нарушение толерантности к глюкозе. Когда у пациента дважды был сахар выше 7, экспериментировать с сахаром жидким не очень хорошо. Ну, конечно. Или если он пришел, у него там 9,5 до 10, конечно. Еще очень часто приходят пациенты, пациентки, наверное, чаще женщины, которые говорят, доктор, у меня щитовидка, я знаю, мне надо к эндокринологу. И вот эта у меня щитовидка, это просто бич терапевтов, потому что что-то она там себе нащупала, как-то ей конфигурация шеи не очень нравится, ну и там плохие волосы, плохие ногти, утомляемость, раздражительность, прочие вещи. Интернет сейчас для нас для всех доступен, почитала все. Я щитовидка. То есть минимально, что должен сделать терапевт, он должен посмотреть ТТГ, я так понимаю. Ну, кроме того, что он попрашивает как следует, да, и плюсом обязательно общеклинический анализ крови, потому что, как правило, оказывается, в общем-то, не заболевание щитовидной железы, а банальный железодефицит, железодефицит анемии, либо латентный. Ну, по поводу щитовидной железы, это не столько, мне кажется, выдумка пациента, сколько это такое наследие определенных диспансеризаций. И чаще всего такие люди говорят, что мне в школе ставили диагноз, что у меня, ну и дальше варианты, гиперплазия, зоб, я не знаю, что еще. Некоторые даже ухитряются пить гормоны коротким курсом, там что-то такое. И вот я давно уже не была у эндокринолога. Я обычно говорю, что если бы она еще столько уже не была у эндокринолога, ничего бы плохого не случилось, потому что эндокринолог не скрининговый врач вообще ни разу. То есть, когда что-то случится, тогда добро пожаловать. Что касается щитовидной железы, то, безусловно, это вообще мой любимый орган, он самый простой. Ну вот, на мой взгляд, проще, просто уже некуда. Структура и функция. Посмотрели ТТГ, пощупали руками, не уверены в том, что что-то нащупали, толстая шея, пациент, короткая шея, что-то сделали, ультразвук. Конечно. Все. Дальше что-то нашли, но опять же, к границам компетенции, нашли узлы меньше сантиметра. Ну, не надо. Ну, это как бы не узлы даже. Не нужно. Это лишняя нагрузка на пациента ходить, теперь их наблюдать раз в год. А если что-то серьезное нашли, тогда, конечно, уже, чтобы понимать, что делать дальше. Ну да, там какой-то кровоток вокруг узла, там неоднородность, там еще что-то, да, там уже какие-то. А что еще терапевты, может быть, со щитовидной железой как-то, вот, недосматривают, может быть, да, там, или там сложно что-то, да, наоборот, гипердиагностика. Вот любят лечить картинку, да, вот там, ой, вот у вас, как неоднородная железа, сходите к эндокринологу. С картинкой чаще дети, потому что по приказу есть ультразвук щитовидной железы в определенном возрасте, обязательно в рамках диспансеризации. И ничего удивительного, что в период бурного роста у ребенка там будет усиленный кровоток и повышенная эхогенность. И эти два словосочетания, они приводят родителей сразу к эндокринологу, потому что, к сожалению, некоторые доктора УЗИ в заключении рекомендуют консультацию эндокринологу. Не очень понятно, зачем. И родители очень напуганные, приходят, что нам делать. Ну, ничего, как правило, не делать, потому что ничего не происходит, щек растет. Конечно, конечно. Это в плане полечить картинку. Да, полечить картинку. Ну и антитела. А еще вот, да, мы очень любим полечить анализы. Мы же сейчас еще сами себе назначаем анализы. Вот картинка не понравилась, а пойду-ка я сдам. А как у нас в частных лабораториях? А вот вам пять показателей работы щитовидной железы. Вот они вам со скидкой. А чушь не сдать-то, раз со скидкой, здорово-то как. И кроме ТТГ сдаются Т3, Т4, АТТПО, АТТПО, АТТПО повышено. Все, караул у меня, вот иммунотеритет, бегом к эндокринологу. Да, да. А там, собственно, да. Ну вот часто очень встречаются такие вещи, когда пациенты сдают антитела к ТПО многократно на протяжении жизни. Да, они растут. Да, они могут расти, падать, не изменяться, как угодно. В зарубежных гайдлайнах, если хоть раз у человека были положительные антитела к ТПО, он больше не сдает их никогда. А считывать не надо, а смысл? Да. Только если он утерял щитовидную железу, они исчезнут. А так они так и будут. Ну да. Вот, поэтому мне кажется, что в плане терапевтической консультации терапевт может настаивать на том, что ТТГ это более чем достаточно. Если нет анамнеза, прием препаратов, лечение, радиоиода, чего, более чем достаточно. Остальное уже, если что-то не так. Конечно. Потому что нормальный ТТГ исключает все впечатление, которое дает антитела. Я даже считаю, что терапевт немножко может брать на себя, скажем, ответственность за лечение уже каких-то заболеваний щитовидной железы. То есть если человек получает, допустим, эльтераксин по поводу гипотериозы, он приходит, а у него ТТГ поднялся. Ну, во-первых, поспрашивать, правильно ли он принимает этот препарат. Всегда начинаю с этого, потому что может быть назначена доза какое-то время, на этой дозе ТТГ был нормальный, а потом вдруг не изменилось ли что-нибудь. То есть может быть назначен какой-то другой препарат. Часто препараты даже, которые и не препараты вовсе, а это типа добавок кальций и прочие железы. С экстрактом щитовидной железы кого-нибудь. Да-да-да-да. И есть препараты, которые, собственно, могут менять всасываемость эльтераксина, и их просто нельзя назначать рядом с... То есть и сам-то эльтераксин нельзя назначать вместе с пищей. То есть чем дальше от пищи удален, тем лучше. 30-60 минут стараемся. Иногда они говорят, ой, а я же вот так поздно просыпаюсь, мне вот там на работу бежать рано, и вот не успеваю, и я вот завтракаю сразу после эльтераксина. Я завтракаю эльтераксином. Да-да, то есть понятно, что вот этот вот момент. И второй момент. Если все правильно, да, то есть ты все спросил, все хорошо, ничего не менялось, но все равно, ну да, бывает, что щитовидная железа через какое-то время начинает работать хуже. Тогда требуется повышение дозы. И мы же, наверное, и сами можем, в общем-то, добавить тазировку и посмотреть там через пару месяцев, как будет вести себя. Потому что раньше, чем через два месяца, опять же, он не изменится. Даже через три. То есть даже через три, да, они же бегут сразу через две недели, да, они начали эльтераксин принимать. Ой, у меня вот, вот он все такой же или еще выше. Ну, мне кажется, основная задача терапевта, как все-таки доктора, который чаще всего встречается с пациентом в сравнении со специалистами, вот эти простые вещи уточнить время приема. До 12 дня принимаете. Некоторые же встают после 12, и они могут уже ничего не принимать, он уже не работает. На точах ли вы принимаете. А давайте проверим, какая коробочка. У меня не один раз был случай, когда пациенты реально путали, или в аптеке путали, и у всех было страшно, что происходит, что с ТТГ. Потом фотографировали коробочку, а там совершенно другая дозировка. Ну, вот так получилось. И это не вопрос каких-то специфических знаний докринологических, это вопрос коммуникации с пациентом, с выяснением. А так, разумеется, вы давно знаете пациента, он ходит, он пьет все левотераксин, 100 микрограмм, и он чем-то тяжело заболел. Ну, логично, что у него поднимется ТТГ. И вам принимать решение как терапевта, вы будете ему поднимать дозу, или потому что пока он выздоровеет, и все у него пройдет. Подождать, да, посмотреть, все правильно. Ну, и хотелось бы, конечно, напомнить про некоторые препараты, которые, ну, самые такой любимые в кавычках кардиологами, кардарон, амиадарон, который имеет мощнейший забогенный эффект, и который может и в ту, и в другую сторону влиять на ТТГ. Вне зависимости практически от того, сколько времени принимает его пациент, и как давно он бросил. Да. То есть, если пациент на кардароне, мы проверяем просто скрининг. Вот ТТГ смотрим. Если пациент уже не на кардароне, ему отменили, там, кардиолога, ритмологи, да, то есть он получал, то все равно при каких-то появлениях каких-то жалоб, особенно, да, у человека обязательно лучше посмотреть, да, лучше посмотреть ТТГ. Еще хотела акцентировать немножко, да, внимание на борьбе с инсулинорезистентностью. Еще вот у нас просто во главе угла тоже и публикации какие-то постоянные, продвинутые, так сказать, пользователи, пациенты приходят, говорят, ой, я вот там поправился, я там что-то как-то мне не очень хорошо, сахара как-то немножко гуляет, еще вот диабет не ставят. Вот у меня инсулинорезистентность, я сдал, сам опять сдал, все сам себе назначил, цепептид, я сдал инсулин, вот, то есть, видимо, вот это вот избыточные знания не всегда пациенты в пользу, многие знания, многие печали, согласна. Вот часто вообще приходят с инсулинорезистентностью. А продвинутые пользователи приходят и говорят, что я уже страдаю инсулинорезистентностью, потому что, опять же, лаборатории предлагают всякие профили хитрые, которые считают индекс инсулинорезистентности и другие всякие страшные вещи, которые, на мой взгляд, убеждают человека в том, что его образ жизни здесь совершенно ни при чем. Вот есть некая мифическая инсулинорезистентность, и из-за нее он никак не может похудеть. И они вас просят спасить, помогите, да, избавьте меня от инсулинорезистов. Да, нужны таблетки, нужны там, я не знаю, еще какие-нибудь анализы. Но для, опять же, терапевтического приема прекрасно подходит сантиметровая лента, которую мы меряем окружность живота в определенном месте, и можно увидеть, что у пациента есть риск. Мы меряем риск, мы не меряем инсулинорезистентность. Она вообще-то не очень интересна на самом деле. Померяли риск, риск есть. И дальше это и гипертония, и диабет, и все на свете. И эндокринолог здесь часть только целого. Бывает так, что девочки, одержимые желанием похудеть, это тоже им помогает. Мы меряем талию, а там риска нет. Да. То есть, ну, и в другую сторону тоже работает хорошо. Хорошо, очень хорошо. А так, конечно, инсулинорезистентность – это абсолютно заработанная непосильным нашим трудом история. И как во многих, наверное, состояниях, есть немодифицируемые факторы риска. Это наши родственники со своими болезнями, своими генами, своими предрасположенностями к набору жировой ткани, к набору веса за счет углеводов и прочего-прочего. И модифицируемые. То, что мы можем изменить. Конечно. Так что, если… И опять же, терапевт, он знает этот семейный анамнез. Да. Когда на приеме вся семья за 100 килограмм и ребенок такой же… Бабушка полная, мам полный ребенок. Да. Это не то, что во всех извиняет. Это объясняет, но неоправданно. Это объясняет. Конечно. Это многое объясняет, что есть определенные пищевые привычки. Конечно. Они не генетически сформированы, но они сформированы в этой семье. Да. И есть, наверное, предрасположенность, когда какой-нибудь Маугли, помещенный в эту семью, так бы остался худым. Ну, потому что у него все горит. Конечно. Ну, разная скорость обмена веществ, она действительно где-то заложена внутри. А по поводу причин инсулинорезистентности, это еще что-то какой-нибудь, дефицит лептина или какие-нибудь еще фантастические вещи. Любит, любит, любит померить, приносит мне эти цифры. Тут вопрос все равно закончится тем, что надо есть меньше, чем тратишь. Да. И неважно, кто там виноват во всей этой истории. Лептин, инсулин или кто-то еще. Если есть больше, чем тратишь, ну, ничего не поможет. Ничего не поможет. И я еще иногда мотивирую, говорю, вот смотрите, у вас какой сальник. Вот сальник у вас работает как самостоятельный эндокринный орган. Ну, будет меньше, да, и вы похудете. И действительно, некоторым просто это на пользу. А сколько у нас сейчас стали? 80, да, у женщины? Женщины. И 94. 92. 92. Отпасно тебя трошило. Ну, пусть 94 будет. Пусть хоть 9 больше. Ну, можно потуже затянуть просто на приеме, чтобы подбодрить человека. Да, да, да. Еще чуть-чуть. И будет очень хорошо. Точно, точно, точно. А вот еще, кстати, хотела спросить, как терапевт, насколько сейчас не вредно худеть в течение какого-то срока? Вот меняются же вот эти вот международные рекомендации. Насколько я знаю, из больших рекомендаций ничего не изменилось. 10-15% веса за год. То есть это вообще не быстро. Ну, да. Те исследования, которые не смотрели именно скорость, то есть там это не первично, просто они длились, например, 6 месяцев. Изучалось, например, было такое исследование с гипокалорийной диетой, 600 килокалорий. Но так лечили диабет. Понятно. Вот. И оно длилось 6 месяцев. Соответственно, там люди много теряли за эти 6 месяцев. Конечно. Но целевая точка – это не то, насколько это им безопасно, а сколько они потом просуществовали без лекарств. Поэтому вот в таких коротких исследованиях может быть выше скорость. Но в основном те диеты, которые гарантируют или обещают быструю потерю веса, они рассчитаны на 3 месяца. И через еще 3 месяца мы имеем обратный эффект с плюсом. Оно, да, набирается очень быстро. Это тоже, в общем-то, даже из личных наблюдений есть. Пациентка быстро похудела, все, обрадовалась, вернула все пищевые привычки. Вот. Я вообще всем пациентам говорю, что я не люблю слово «диета». Да. Я люблю словосочетание рационального питания. То есть вы должны понимать, что, понятно, на 600 килокалориях всю жизнь не проживешь. Но надо выбрать такой рацион и надо выбрать приблизительно такое количество калорий, которое будет всегда. То есть, да, ты похудел до определенного своего какого-то, до какой-то личной своей нормы. Эта норма укладывается в международные стандарты, все прекрасно. Если ты хочешь эту норму держать, то, собственно говоря, да, или увеличивай нагрузку, или держи эти калории, которые... Да, то есть если ты хочешь чуть больше калорий есть, чуть вкуснее, да, тогда увеличивай нагрузку. И, собственно, да. Да, мои пациенты обычно спрашивают, можно мне съесть, там, не знаю, Big Mac? Я говорю, конечно, если он влезет в ваш калораж. Да, да. Боюсь, что он влезет туда один, ну, значит, это будет вся еда за весь день. Вот вчера буквально, да, пациент с гипертонической болезнью рассказывал, как ему можно вкусно есть, что его можно стейки, что ему, да, можно, там, иногда шоколад, что его можно, там, иногда вообще можно все, да, но вот тогда чего-то другое, да, мы выбираем. Просто мне кажется, вопрос диеты, ну, во всяком случае, как он звучит на консультации, он про ограничения. И когда мы выбираем любые ограничения, что аллергологи, да, красное, желтое, там, и так далее, что все вот эти модные диеты с раздельным питанием или что-то такое, они все ведут к ограничению за счет чего-либо. Можно так не делать. Так иногда проще. Могативно воспринимается пациент. А можно просто, да, вот есть у меня колораж, там, не знаю, 1700, и там все, но другое дело, я буду хотеть есть, если я там буду семечки грызть, сидеть, и три пакетика прекрасно заместят эти 1700. Это точно. Да, кушать-то все равно будет хотеться, поэтому с точки зрения, например, в up-to-date, в статьях, там не употребляется слово диета, как диета, там написано, что есть жиры, белки, углеводы, вот в таком соотношении, вот такой колораж, все. То есть это, если мы говорим про какие-то тяжелые почечные проблемы, ну тогда можно говорить про и белок, и так далее, а здесь-то... Ну, согласна, согласна, да. Да, диета – это тогда, когда уже действительно что-то серьезно испорчено. И этому чему-то, да... Ну, это прямо, я считаю, что это какие-то ограничения такие. А про осложнение диабета, вот тоже, да, терапевт же, он же, как бы тоже стоит, да, на страже, да, он первый действительно, который встречается с пациентом, первый врач, и вот как не пропустить, например, да, есть ли какие-то скрининговые, например, может быть, обследования, ну кроме там скорости клубочков фильтрации, что-то еще, на что-то надо обращать внимание. Конечно, они довольно простые, их мало для диабетиков, то есть считается правилом хорошего тона, чтобы диабетик, пациент с диабетом раз в год посетил офтальмолога с обязательным осмотром глазного дна, невролога с оценкой чувствительности, рефлексы, стопы и прочее. И из анализов мы смотрим анализ мочи на микроальбумины. Сейчас некоторые лаборатории делают не так, как раньше, но этот анализ тоже достаточно специфический. То есть выпадают ли малюсенькие белки, это еще не протеинурия, но это уже сигнал, что надо бы о почках позаботиться. Ну и потом терапевты же назначают гибитор АПФ для профилактики, даже если у пациента нормальное давление, но у него диабет, малюсенькая доза, и все. И вот такой контроль. Кликированные сахара, печеночные ферменты обязательно. Но я думаю, что коморбидные пациенты с кучей заболеваний все равно так или иначе пару-тройку раз биохимию смотрят. А из остального это, конечно, зрение. Если пациент с болезнями сердца, ну, по необходимости, там, может быть, и эха, или коронарография, так есть уж совсем все. Ну, здесь сосуды в БЦАМ-то смотрим, да. Да, а так, в принципе, смотреть, например, сосуды нижних конечностей при диабете в рамках скрининга, такого я не припомню, что бы делали. Ну, там все равно какие-то жалобы, наверное. Да, если безболевая ходьба вдруг уменьшается, или появляются какие-то незаживающие раны, вот что-то в этом роде. Да, какие-то вещи, понятно. Вообще часто вот такие какие-то запущенные случаи попадают к эндокринологу, что терапевт что-то просмотрел или нет, или чаще все-таки пациенты сами недостаточно внимания уделяют к каким-то вещам, и кто виноват, и что делать? Ну, я прямо затрудняюсь сказать, что есть какой-то тренд в этой истории, потому что, безусловно, у большинства пациентов есть ощущение, что их диабет должен лечить эндокринолог. Но не всегда этому соответствует логистика. То есть они могут попасть, могут не попасть. Конечно. И могут не рассказать терапевту. Максимально, что может сделать терапевт, это попытаться эту историю как-то вынести на божий свет и хоть какие-то дать рекомендации. Потому что если человек ходит с гликированным 11 долгое время, в ожидании, что когда-нибудь он попадет к специалисту, это совсем нехорошо. Надо хотя бы снять его носки и посмотреть на ноги, нет ли там чего-нибудь, про чего он не рассказывал. Совсем все плохо. И что касается диабета молодого первого типа, они не попадут к терапевту. Они потому что быстро декомпенсируются, и уже они у нас. Это правда, это не наш, действительно, в основном диабет второго типа. И ремарка по поводу гликированного. Да. Как раз часто возникает такой вопрос. Вот пациент, у него несколько болезней. В анамнезе язва или геморрой. Что-то такое. И вот у него все было хорошо, все прекрасно. И тут у него гликированный раз и подскочил. Первый вопрос, который надо задать себе, это какой у него вообще гемоглобин. Да. Потому что это математическая формула, это процент. И если пациент пострадал кровопотерей, она может быть закончившаяся, разовая, там, я не знаю, крованула язва или расширенные вены пищевода, что-то такое. Гемоглобин упал. И гликированный повысился. Гликированный повысился. А мы начинаем его срочно лечить от диабета еще сильнее. Да, да. Причем даже где-то читала, не помню сейчас где, что вообще при анемиях достаточно часто вообще гликолиз повышается. И вообще гликированный гемоглобин вообще можешь сам по себе повыситься. Да, вот при анемиях, да. Причем он будет совершенно невразумительный, непонятно, такой пограничный. То ли это уже диабет, то ли это еще не. При серповидной клеточной анемии видела не раз такое. И это, особенно пациенты, они же давно знают, что они и страдают. Они предпочтают умалчивать о таких вещах. И пока весь в поту ищешь причину их такого страшного гликирования, потом выясняется, что это вот такая штука. Точно, да. По поводу пациентов с ожирением. Вот тоже это, мне кажется, такая проблема, которая, в общем-то, до сих пор не до конца, недооценена и пациентами, и терапевтами. То есть реально бывают полные, очень полные пациенты, и как-то терапевт к ним привыкает, но приходит, приходит полный с гипертонией, разобрался с чем-то, назначил, ему скомпенсировал хорошее давление, цифры. Там мучевая кислота, посмотрел, тоже вроде так более-менее ничего. Да, диабета нет пока. Ну и все. И, в общем-то, никаких, наверное, не дается рекомендаций, или если терапевт начинает давать рекомендации по похудению, опять же, по повышению физической нагрузки, они достаточно негативно воспринимаются. Ну, потому что запросы нет. Говорит, да я, да, уже 20 лет такой толстый, что вы тут со мной думаете, да я что, худеть сейчас, что ли, вам буду? Вот этих пациентов, куда их девать? Вот все-таки нам их доклевывать, или к вам направлять, или уже как бы, ну, я сделала все, что мог, как с ними быть? И, кстати, вот совсем недавно была статья как раз в противоположную сторону, что вот полные пациенты, они стигматизированы, им врачи сразу чуть ли не в лоб говорят, да все ваши проблемы от вашего веса, и они именно поэтому не обращаются. То есть у нас прям две какие-то разные стороны одной медали, да, что с одной стороны вроде как мы должны им сказать, что вы знаете, вообще-то, если бы вы скинули килограмм 20, вы бы таблеток пили в два раза меньше. Но я исхожу из запроса. У пациента может не быть запроса, обвинять его в том, что он весит 120 килограмм, ну, как-то странно. И моя задача сказать ему, что у него это фактор риска. Это фактор риска, это не болезнь, это не обвинение в чем-то, это фактор риска, у вас два, вы мало двигаетесь, это собственный фактор риска, избыточный вес, второй, все, а там может быть еще 10. И это может к чему-то привести, но все-таки это информирование. Конечно. Мы не можем не заставить людей похудеть, но и, мне кажется, не наша задача заставить их как-то чувствовать, что они какие-то не такие. Да, может быть, попытаться замотивировать немножко. Вот с той же, допустим, гипертонии мы когда читаем, там по шкалам тоже вот риск сердечно-сосудистый. А вы знаете, а вот если бы вы весили настолько килограммов меньше, а у вас бы там гипертонии бы на 10 единиц упало, и таблеточек было бы поменьше. И действительно, смотрите, да, как там шкалу скорую показать, например. Вот еще там что-то, да. То есть не просто, да, вот идите и худейте, да, а вот если бы в таком сослагательном наклонении... Мы не можем, это патроналистская медицина, иди и делай. Я не хочу. Да, и что, да, и убить его теперь, да. Ну что, ничего, поэтому нет партнерства. Вот моя работа вот такая, я вам вот это могу рассказать. Если вы хотите, я вам помогу. Да, я иногда подсовываю какие-то картинки, какие-то вот уже напечатанные там бывают методички, листочки, да, и говорю, или там книгу называю, например, какого-нибудь автора, говорю, вот вы знаете, для пациентов написана книжка вот как раз вашему заболеванию, вот там все очень здорово, да, вы можете дома почитать. Или там даю листочек, говорю, знаете, прием, время ограничено, я не успеваю вам все рассказать, но я очень хочу, чтобы вы это знали. Вы, конечно, можете пойти и выбросить, но дело ваше, да, мое дело, вот предупрежден, значит, вооружен. Предоставить возможности, а дальше уже что-то. Ну и кто-то действительно, да, смотрит, читает, это действительно, да, приятно, когда, человеку приятно, когда вот нет такого напора, да, грозного, что вот там, действительно, чтобы в следующий раз пришел там на 10 килограмм минус. На самом деле, да, вот у нас был такой вопрос у педиатров. Периодически, если ко мне приходят дети с избыточным весом, и их прямо сразу видно, родители, которые в недоумении абсолютно, зачем их сюда отправили? У них богатырь растет. Конечно, да, бабушка вкусно кормит. И бабушка считает, что это богатырь, и дедушка, и мама. И это совершенно бесполезная консультация моя, потому что они в ней не нуждаются. А тут как раз педиатры хотят как лучше. Ну что же вы творите-то, во что вы ребенка превратили? Во что, прекрасно, молодец, выше всех, на голову, шире всех и прочее. Мы хотели поговорить по поводу ТТГ у небеременных, у почти беременных. Да, да, да. Вот это почти беременных, это, по-моему, да, вообще только российская придумка такая, когда женщины готовят к беременности специально, да, какие-то там уровни высчитывают. Да, вот это прямо такая история. Есть беременные, есть небеременные. Больше третьей группы нет. Есть нормы для первых, есть нормы для вторых. Я про ТТГ сейчас говорю. И абсолютно нигде не выделяется когорта женщин, готовящихся к беременности, у которых ТТГ почему-то должен быть около двух с половиной. И этот ТТГ, он достигается разными способами, в том числе левотероксином. Абсолютно необоснованно. Более того, даже если в первом триместре у этой женщины будет ТТГ 3,5, это не означает, что она кандидат на левотероксин. Это означает, что мы смотрим ее антитела, и если их нет, то мы спокойно отпускаем ее уже дальше, без наших вот этих таблеток. Потому что, на самом деле, даже сейчас очень часто приходят пациенты, которые в течение многих лет, годами, до 20 лет принимают левотероксин в дозе 25 микрограмм. Не терапевтическая, ни о чем абсолютно. Ой, вот это 25, да. 25-50 иногда, это прямо очень серьезно. Да, я пациенткам просто говорю, вы знаете, это все равно, что ничего не пить. То есть, либо мы болеем и пьем 50, как минимум, либо мы не болеем совсем. 75 терапевтическая доза начинается оттуда. 50 это там, где какой-то недовес мощнецкий. Ну да. Причем у меня была пациентка с мышечной дистрофией, то есть у нее не будет высокого веса, она весила 37 килограмм. И у нее была заместительная терапия, мы делали ей радио йод, и то она получала 112. То есть не то, что на эти 37 все равно 112 ушло. Поэтому там, где 50 микрограмм, там просто не надо лечить. Тоже, может быть, не надо, да. И это прямо ужасно, потому что пациенты говорят, ну как, как, я 30 лет это пью? И поскольку терапевты спрашивают, какие таблетки вы принимаете, то тут самый раз всколыхнуться и сказать, о. А надо ли это вам вообще, да? Не надо или не надо. Да, и давайте разбираться, да. И по поводу вот этого избыточного назначения Т3, Т4 тоже вот очень любят назначать. ТТГ посмотрели. Да, он вроде как ничего, но вот, а давайте мы периферические гормоны возьмем. А смысл? Особенно если пациент принимает эльтероксин, Т4, это, собственно, да. Это количество таблетки. Ну да, вот он. Ничего не смотреть. Вот, то есть есть действительно какие-то такие вещи, которые непонятно откуда, да, образовались, и никто вроде бы этому не учил нигде, да, нигде это не преподается. Ну а это такое прям стабильное. Какое-то, да, расхожее заблуждение, и оно действительно очень распространено. Остепороз. Вот кто должен заниматься остепорозом вообще, да? Терапевт, эндокринологи, гинекологи постменпозальные. То есть кто выявил, тот и да. Мне кажется, кто возьмется, да, тот и молодец. Сложного ничего нет абсолютно. Потому что там, да, там тоже сейчас все прописано. Главное, чтобы заподозрить вовремя причины. Ну, наверное, всем специальностям нужно знать, там, какая-нибудь хирургическая менопауза ранняя. Да. Левотероксин, 30 лет. Да, кстати. Да, это прямо, когда вот в 20 лет назначаешь пациентке, объясняешь, что это пожизненная терапия. Какие побочные эффекты? Я обычно говорю, ну, через 30 лет, то есть когда вам будет 50, вы будете в риске остеопороза. Она говорит, ну, я и так буду. Это неправда. И так она будет в 60 или в 65. А тут гораздо раньше. Да, поэтому это существенный факт, что знать, какие риски и все-таки переломы с минимальной энергией приложенной. Ничего такого не делал, стукнулся рукой об стол и сломалась. Есть действительно молодые достаточно девушки, там, 35, допустим, лет, там, 30, да, и три перелома в течение года. Палец сломала, лодыжку сломала, еще что-то. Но надо заботиться и посмотреть. Ну, да, если девочка-спортсменка, конечно, и постоянно находится в риске, это одно. А если она там дальше школу никуда не идет... Да, ногу подвернулась, сломала, там, да, наружную ладошку. А так, конечно, обследование провести на остеопороз, посмотреть кальций, посмотреть денстометрию, это все. Это все несложно, это терапевт вполне себе, да, то есть это все доступно. Мне вообще кажется, что терапевт, граница его компетенции там, где он перестает быть уверенным. Да. Когда он перестал быть уверенным, он думает, так, вот эту болезнь я никогда не видел. По крайней мере, для меня. Я ее подозреваю, но вот я что-то дальше нет. А дай-ка я покажу, да. Все, да. Или я там что-то лечу-лечу, а вот как-то вот не совсем так идет, а вдруг я что-то тут даме. И дело тут сейчас даже не в компетенции, потому что у нас есть у всех пациентов, которых мы знаем годами, замыленный глаз. Да. Это самое лучшее отдать другому терапевту. Слушайте, сходите один раз туда. Второе мнение. Он все это выслушает, скажет, о, вот оно. Точно. И очень часто так бывает, что действительно вот можно смотреть и не видеть просто в упор. А еще по поводу обмена веществ подагра. Вот еще интересная штука. Вот тоже у нас. Кто только не лечит. Кто должен лечить. Нет, это на самом деле очень странно. Приходит пациент, говорит, а вот мне надо к ревматологу. Зачем у меня подагра? Зачем к ревматологу? Нет, ну можно, конечно, к ревматологу. Не знаю, там, к ревматологу, к терапевту, к травматологу, там, к кому хотите, да. Но, в принципе, там тоже действительно ничего такого вот прям сложно-сложно-сложно. Мне кажется, что это все внутренние болезни. Диагностики не влечения, да. Более или менее это внутренние болезни. Но если что-то такое сложное, прямо никак мы не можем уже и в почках эти камни, и тофусы, и с кожей беда, и, ну, никак у нас не получается. Ну, а так-то все-таки это больше, это все заканчивается на уровне определения мочевой кислоты и назначением чего-нибудь. Да, да, именно. Чего у нас не так много в стране, то, что есть все токсичное, что делать, да. Тоже колхицин сейчас вот уже за границей возят, куда деваться. Ну, зато колхицин теперь вот в плюс еще, теперь сердечно-сосудистым проблемам, поэтому, может быть, у нас скоро будет много колхицин. Ведро. Ведро колхицин. Да, вот, кстати, что вы думаете об узлах менее 10 миллиметров? Вообще узлы ли это, и нужно это как-то наблюдать, и нужно ли это как-то лечить? Потому что приходят пациенты, у которых один узел, три узла, много узлов в разных долях, и вот все они мелкие. Куда мне их делать? Ну, здесь как раз алгоритмы прописаны очень хорошо, и благодаря тому, что УЗИ-исследование, оно сейчас очень качественное, то есть оно дает ответы на много вопросов, не только размер, расположение, форма, эхогенность, наличие кальцинатов, упирается в капсулу, прорастает капсулу, где находится и прочее. Из этого всего формируется картина, благодаря которой можно с большей уверенностью сказать, что здесь нужна пункция, а здесь нет. И если мы говорим про скрининг, то есть про некую экономическую историю, насколько это целесообразно, то целесообразно не делать ультразвук, если мы руками ничего не нашли. Потому что вероятность того, что мы найдем на УЗИ узлы, вот эти самые, меньше сантиметра, она высока. Что делать дальше, не очень понятно. Я где-то читала, что примерно равен возрасту, да, вот процент обнаружения узлов приблизительно равен возрасту, то есть 50 лет у каждого второго. Возможно, возможно. А если мы что-то нашли, то это будет больше сантиметра. И дальше к нему, к этому узлу применимы все правила, будем мы его пунктировать, не будем пунктировать. Если руками не нашли, не надо. Ну, это не всегда нам такая возможность представляется. Пациент чаще приходит уже с ультразвуком. Вот, смотрите, у меня полно узлов, я за ними наблюдаю. Да, я за ними наблюдаю. Я считаю, что это вообще, конечно, тяжелейшая нагрузка на человека ходить и раз в год, это в лучшем случае, а в худшем раз в три месяца, как доктор прописал, измерять эти узлы. Ну да. Ну, абсолютно. Я давно живу, я помню, что в 90-е годы даже назначали 25 микрограмм альтероксина. Да, эта теория была такая, она не оправдалась. И, слава богу, это вовремя признали. И перестали лечить узлы. И прекрасно. Да, а по поводу лечения узлов йодом, кстати, тоже была шикарная работа, когда сравнили нас и японцев, у которых йодурия в пять раз выше, чем у нас. Ну, понятно, они там едят, все это морское, да. У них ровно столько же болезней узловых, считай, на железе, сколько у нас. Поэтому еще один такой фактор, он исчез. Да, ну и прекрасно. Это так же, как не надо лечить эти сила, да, точно так же. У нас доктора часто спрашивают, вот новенькие, которые пришли, а я могу разве назначить ТТГ, а почему нет? Это вопрос уверенности в том, что я не просто могу назначить, я еще знаю, зачем. Я могу это объяснить, и я могу воспользоваться результатом. И со своей стороны, как со стороны эндокринолога, я вообще никогда не против, когда мне терапевт просто спросит. Вот смотри, такая, что делать? Ничего. Ничего, ищи дальше, спокойно, все хорошо. Или сахар 6,2, что делать? Это риск, но ничего больше. То есть вот такая коммуникация, она иногда прям хороша, и для молодых врачей тоже. Они становятся более уверенными, что, ну, действительно, не надо по каждому свистку бежать там и срочно отправлять к эндокринологу. Да, я считаю, что действительно надо больше взаимодействовать. У нас сейчас немножко утеряно вот этот вот момент какой-то коллегиальности, момент вообще каких-то обсуждений общих, да, с несколькими специалистами. Вот пациенты, коморбидные пациенты, вообще они непростые пациенты. И они все равно терапевтическими остаются. Конечно. Терапевт, что с ними надо будет как-то дальше взаимодействовать. Есть у него диабет, нет у него диабета, пьет он левотеракцин, не пьет, с ним надо постоянно быть в контакте. То есть это придется принимать во внимание. А со стороны того же узкого специалиста, ну да, можно отправить, получить какую-то исчерпывающую консультацию, рекомендации, как быть дальше. Но их придется встроить в свой план лечения. Потому что рулит терапевт. И это правильно, это абсолютно правильно. Должен быть какой-то один, да, врач, который сводит в кучку назначение всех узких специалистов. Для коллег-терапевтов хотелось бы пожелать относиться к своей специальности как к базовой, к основной. Это краеугольный камень медицины, вообще внутренняя медицина. Терапевт знает больше, чем кто-либо вообще из всех специальностей. И имеет полное право в рамках своих знаний вести хроническую эндокринную патологию вполне. И не бояться консультироваться с эндокринологами. Они всегда помогут. И все равно пациент это ваш пациент, он к вам вернется. Редко бывают пациенты только с диабетом, только с ожирением, без каких-либо коморбидов. Это пациенты с разнообразнейшей патологией, и они ваши, и вы абсолютно вправе их лечить так глубоко, как вы знаете. А если вы чего-то не знаете, то специалисты всегда помогут. Дорогие коллеги, спасибо вам большое, что вы были с нами. До свидания.